Окей, всем привет! Меня зовут Александр Тарасенко и тема моего доклада ORM vs GraphQL. Так, я переключаюсь на слайды, меня вы больше не увидите. Так, еще раз повторюсь, тема доклада ORM vs GraphQL и немного обо мне. Последние лет 10 я занимаюсь веб-разработкой и большую часть этого времени я работаю с Python. Я люблю сам Python как язык и всю его экосистему и считаю, что комьюнити Python одно из самых наиболее успешных среди подобных себе. Также я люблю разные базы данных и сториджи и все, что с ними связано. Именно эффективная работа с данными, которые мы получаем от базы или вносим в нее. Сейчас я работаю в финтех-направлении компании Evo, а до этого много времени работал над мерчанским направлением проекта Prom.Eye. Агенда сегодняшнего дня будет следующая. Я попробую рассказать и поделиться личным опытом и наблюдениями о том, когда полезен raw scale в Python и когда наступает та грань, где мы сами начинаем изобретать свои ORM. Также сделаю небольшой обзор популярных ORM и попробую развеять мифы, которые могли сложиться у ряда разработчиков. Важным и современным пунктом в этой истории есть работа ORM в асинхронных приложениях. Тоже уделю этой теме внимание. А также моя любимая тема с GraphQL и как вообще сам GraphQL влияет на современную обработку и получение данных из базы. Таким образом, попробуем посмотреть, как эволюционируют подходы к разработке Python-приложений и в частности работе с базами данных. Также хотел рассказать, как родилась идея подобного доклада. В последние несколько лет я очень часто провожу собеседования в команды EVO и сталкиваюсь с рядом проблем, которые возникают во время интервью. Зачастую один из этапов самого интервью состоит в том, чтобы познакомиться с технологиями, которые знает и использовал, ну и собственно указал в своем резюме кандидат. И во многих случаях оказывается, что когда пишут, например, позорос, имеют в виду SQL, пишут Elasticsearch, а на самом деле писали туда только запросы или там в худшем случае логи. А как он устроен, понятия не имеют. Аналогичная ситуация, когда речь заходит про обработку и получение данных из баз, ну у половины существует миф, что ORM очень медленные и только усложняют все. А у второй половины проблема в том, что они не знают, как работает сам SQL-база данных и кроме ORM ничего не видели и не пробовали. Поэтому сегодня я попробую немного приоткрыть занавес про работу с базами данных в Python и покажу, к чему все движется. Позорос. Немного спойлеров и контекста добавлю сразу. После того, точнее, для того, чтобы немного сузить довольно большую тему, большинство примеров будет показано на работе с позоросом. Я сам люблю эту базу данных и считаю, что это одно из лучших open-source решений и вдобавок одна из самых популярных багс, с которой по популярности может разве что поспорить MySQL. И то, скорее всего, MySQL будет использоваться, ну чаще используется в небольших проектах, а позорос чаще используется в более крупных проектах. Сам по себе позорос довольно большой и мощный продукт, который постоянно там развивается и не стоит на месте. Если кто-то имел плохой опыт работы с позоросом, и он там не решал его еще проблемы несколько лет назад, то, пожалуйста, присмотритесь. Ну, как бы этот проект вообще не стоит на месте и вполне вероятно сейчас ваших проблем уже и не будет. SQL-алхимия. Как я говорил, тема довольно широкая, а времени мало, поэтому больше внимания я буду уделять именно этой ORM. Потому как алхимия считается таким себе де-факто ORM в мире Python, не считая всю экосистему Django, там есть Django ORM. И многие, скажем, конкурентные библиотеки именно на эти два продукта и равняются. GraphQL. Не буду скрывать, что я фанат этой технологии и считаю, что многие проблемы веб-проектов поможет решить именно GraphQL. И поэтому уделю внимание этой теме в разрезе текущих подходов в работе с базами и ORM. Так, давайте начнем с простого примера. Как нам несколько срок подключиться к базе данных и сделать свой первый запрос на, собственно, с каким-то SQL-чиком. В коде мы видим, что подключаемся к позорсу через библиотеку PsycoPG. Что же из себя представляет, собственно, библиотека PsycoPG на самом деле? Это такой адаптер или там драйвер подключения к позорсу, который написан на C, который реализует протокол DBAPI, DBAPI 2.0, кажется. И это такой, на самом деле, старый PEP. И работает все это вокруг как обертка библиотеки LibPQ, которая тоже в свою очередь на C написана. И уже которая, по факту, реализует именно, собственно, коннектиться к интерфейсам самого позорса. Вот один из тех случаев, когда я буду показывать пример именно базу PsycoPG. И это один из примеров того, где можно глубже покопать, чтобы разобраться, как устроена связь Python и позорса. Тема довольно обширная, но для любой базы и подобных драйверов есть довольно много ограничений и магических нюансов. А именно по работе с транзакциями, подключениями, работой в асинхронном режиме. Ну, в общем, нюансы есть у всех, и о них желательно знать перед тем, как мы выбираем, либо какую технологию. Ну, и некоторые нюансы буду рассказывать дальше. Возвращаемся к нашему запросу. Все выглядит довольно просто, и, скорее всего, довольно много Python скриптов, именно скриптов, пишут в таком виде. Тут добавляют, конечно, какие-то там функции, можно все это красиво обвернуть. Но, по факту, у нас всегда есть какой-то connection. Мы обязаны получить курсор от базы данных, написать свой SQL, из-экзекьютить запрос, закоммититься, закрыть курсор, закрыть базу данных. Все просто. И все особенности работы или подходов начинают проявляться именно тогда, когда уровень запросов становится непростой задачей. Вот это пример простого какого-то запроса. И его довольно, ну, как бы, легко поддерживать. Вот следующий пример. Там еще там запросы тоже самые простые. Там обычные select, обычные insert. И все вроде хорошо, пока не появляются вот подобные запросы. И даже с ними жить можно с row scale. Если он, скажем такой, довольно статический, у него минимальное количество изменяемых, ну, как бы, параметров, join, join, условий, количество выборов, что мы выбираем, там, группировок. И все приводит, ну, как бы, все можно жить, и всем будет все хорошо. Но как только у нас такое наступает желание или потребность начинать добавлять динамические условия в запрос, это становится дилеммой. Например, мы хотим в R, там, добавить еще одно условие. Мы хотим, там, группировать или не группировать по какому-то условию. Мы хотим select не только, там, ID-шник, аккаунт, ну, если без группировки. В общем, у нас есть два выхода. Первый — это брать вот такой текстовый кусок кода и просто делать его клон, который будет отключаться каким-то небольшим нюансом. Да, там можно описывать как-то все это еще динамичнее, но никто не хочет, скорее всего, конкатенировать строки row scale, потому что это, во-первых, можно легко ошибиться или, там, получить какой-то overhead потом по запросу из-за банальной ошибки. В общем, первый путь — это брать, копировать, и тогда у нас со временем, ну, который проект больше такого среднего уровня, там у нас появится, там, почти 10 одинаковых запросов, и они будут отличаться, там, на какой-то один небольшой нюанс. И когда мы захотим написать потом 11-й такой запрос, у нас снова будет дилемма, так, нам надо как-то изменять один из предыдущих 10-ти или же создавать 11-й. Второй — это начать, на самом деле, изобретать подобие своей такой небольшой ламповой ORM-ки, которая будет решать ваши текущие проблемы. Например, описывать, там, модель данных, кто-то вы модельки уже хотите создавать, делать, там, какие-то свои сессии, какие-то транзакциями работать более детально. В общем, реализовывать именно те части, которые почти есть у всех уже готовых ORM-ок. И давайте такой маленький итог подведем. Когда же все-таки удобно писать row scale? Когда у нас маленькие таблицы. Что такое имеется в маленькие таблице, когда, там, количество, например, колонок, там, не превышает 10-ти, 20-ти, пусть даже 30-ти, но, скорее всего, каждый работал в проекте, у которого есть таблицы, там, по 50-60 колонок. И вот помнить, или, скажем так, когда у тебя нет абстракции в твоем коде, ну, как бы понимания, что это за таблица, какие там типы, тебе все время надо будет ходить в базу, смотреть, как же там все устроено. А если кто-то еще добавил какое-то новое поле или изменил, ну, все может усложняться. Когда у нас, собственно, мало таких таблиц. Мало — это снова порядок относительный от проекта к проекту, но когда у нас становится, там, 50+, например, таблиц, в моем текущем проекте их, там, уже 600-700 таблиц, и не имея абстракции снова в коде, там, в виде моделей, в виде каких-то, там, типов описаний, очень сложно, ну, иметь банальное представление при разработке новой фичи или, там, понимание, как получить данные, ну, смотря только в базу. Ну, хотя кому-то, может быть, это и очень удобно будет. Когда мы не используем, например, сложных типов, в пример всегда привожу Янамы. В питоне есть Янамы, в возрасте, там, в последних версиях есть Янамы, и мы хотим, чтобы, ну, как бы, это один и тот же Янам, как бы создавалась определенная абстракция, работал как в возрасте, так и в питончике. И с row scale это будет довольно-таки задачкой уже. Когда нам не надо менеджить схемой данных в приложении. То есть у нас простая, там, база данных, мы не хотим управлять ней через модели, через какие-то подобные миграции. В общем, схема базы всегда в базе, а как только мы захотим что-то делать приложением, нам уже надо описывать, скорее всего, SQL, там, скрипты вручную, какие-то альтертейблы и так далее, и так далее. Тоже не всегда это может быть удобно. И вот то, что я говорил уже в примере предыдущих, у нас нет таких больших динамических квери. То есть, соответственно, вот я работал много лет в компании PromYay, и там есть таблица продуктов, и с этой таблицы нам с разных источников надо брать, например, там, дай мне цену и имя, и айдишник, а там мне цену и айдишник только. И вот такие возможные переборы с кучей еще условий, там, джойнов и так далее, они ведут к тому, что у нас появляется там в коде ряд функций, дай мне product with price, дай мне product with name and price и так далее, и так далее. Хотя, ну, или делать какие-то еще абстракции, которые будут, как бы, помогать это фетчить все. Ну, и, собственно, если нам не надо управление, там, сессиями в самом приложении, то есть это можно, конечно, строить самому, но все равно это мы рано или поздно изобретем свою же ORM-ку. Давайте плавно перейдем к ORM-решениям и попробуем разобраться, как же они работают и какие есть варианты. Вот небольшой список самых распространенных ORM-библиотек для Python. И первые две, скорее всего, занимают 80% всего рынка ORM-ок в Python. И это не просто так. SQL Alchemy — это такая, как я уже говорил, де-факто ORM в Python, которая поддерживает, ну, в общем, это такая целая экосистема с хорошим комьюнити, с отличной документацией и с хорошей, скажем так, самое главное, что репутацией. И есть Django ORM, которая тоже хорошая, как, ну, хороший продукт, но он сильно привязан к экосистеме Django. И за счет нее он по факту таким тоже становится у многих джангистов без альтернативным вариантов. Понятно, что если проект перерастает и вы хотите переходить там на какую-то ORM-ку, другую, то вам придется, ну, или отказываться, или, скорее всего, так что-то менять, особенно в работе там с Django админом уже, с Django templates, forms, ну, что там есть еще в Django такого. В общем, следующие две ORM-ки, PV и Pony, это такие, ну, как бы, lightweight ORM в Python, которые тоже хороши, но вокруг них еще довольно мало там батареек, вокруг них мало, скажем так, экосистемы построено, и они, скорее всего, там точечно решают проблемы, то есть их можно использовать, они хороши, но по сравнению с первыми двумя они все-таки проиграют. Вот, например, Tartoyz ORM, это, как из официальной документации написано, автор вдохновился Django ORM и попробовал сделать, ну, как для асинхронной ORM, и они этим сильно гордятся, но говорят, что у нас все быстро и все, но на логотипе у них черепаха, такой забавный факт. В общем, есть еще SQL Object, это такой мамонт среди ORM-ок, я не знаю даже, кто старше Alchemy или Object, в общем, тоже имеет право на жизнь, но это такой, скажем, нечасто его встречал в проектах, и особого тоже желания попробовать его нет, у него даже логотипа нет. И такое, есть еще одно решение, Django, не просто со звездочкой, потому что Django расшифровывается как Django из NOT ORM, но при этом следующей строкой написано, что это lightweight ORM for Python, и который работает поверх SQL Alchemy Core, поэтому там не просто так звездочка. И также, давайте, существует ряд мифов по поводу ORM-ок, про важность, скорость в приложениях, и давайте попробуем рассмотреть какие-то плюсы и минуса. Что относят к плюсам? Во-первых, это масштабируемость. О чем это? ORM нам дают возможность, скажем, с минимальными затратами заменить, ну, с минимальными затратами они все равно будут, заменить, например, там, движок нашей базы данных. Вполне вероятно, что для многих это такой ультра какой-то корнер-кейс, но все-таки это намного проще, чем мы переписывали все наши SQL-запросы, потому что есть разные диалекты, есть разные какие-то нюансы работы именно с базами данных, и ORM-ки в себе их, скажем, инкапсулируют, которые закрывают от пользователей и строят такую абстракцию. Второй пункт — это безопасность. Конечно, если у вас отличная там валидация или все покрыто тестами, пункт, возможно, не такой будет актуальный, но все же дает определенный слой безопасности от банальных, там, инъекций и пользовательских ошибок. Trust, доверие, то есть. В основном все показанные ORM имеют не одного контрибьютора, а иногда целые комьюнити. Это open source, а значит, у вас всегда больше времени будет уходить на разработку своего приложения, а не реализации новых, там, фичей, баз данных, например, Poser что-то там выпустил или MySQL, и вы в своей уже, там, реализации должны это все поддерживать, тратить, в общем, время на это все. А тут, скорее всего, будет это делать комьюнити, или вы часть будете этого же комьюнити. В общем, вам не надо будет поддерживать, собственно, свои документации для своих же велосипедов, ну, и также там фиксы каких-то банальных ошибок. И последний пункт, на самом деле он не последний, это как я выделил 4, это время. То есть время, потраченное на реализацию всевозможных интеграций с другими библиотеками, фреймворками, там, возможные фичи, там, миграции, сериализации, в общем, много чего всего, всегда будут забирать у вас много времени. С готовыми продуктами, там, алхимия, какие-то джанговые, ремни, неважно, там, пиви, пони. Всегда вы можете решать точечные свои проблемы, какие-то расширяемости. Например, вы хотите какую-то, связать что-то с определенной библиотекой только, и не тратить время на поддержку всей библиотеки своей. К минусам чаще всего относят, там, два пункта. Ну, самое главное, это, конечно, скорость. И действительно, ну, тут правда, о ремки в большинстве своих случаев, ну, как бы, приносят определенный оверхед поверх нашего, ну, как бы, запроса. И это не просто так, потому что там все плюсы, которые я, там, перед этим перечислил, они все-таки же, ну, когда это какие-то превращения Python-объектов, это какие-то проверки, условия и так далее, и так далее. Но есть такой миф, что, ну, все ОРМ-ки медленные. На самом деле это не так. Например, даже если сравнить с той же Алхимией самой себя, SQL Alchemy, она, да, вполне вероятно, что она может медленнее работать, чем SQL Alchemy Core, потому что там, ну, скажем, уровень абстракции намного ниже уже используется. Поэтому все относительно по поводу скорости, и надо, ну, как бы, всегда строить бенчмарки и мерять. Также scope, что это имеется в виду? Даже если мы выбираем уже какую-то ОРМ, то рано или поздно появляется какой-то корнер-кейс, когда нам надо написать, например, там какой-то Uber-запрос, ну, через ОРМ его просто не получится реализовать. Или он там будет мега-сложный, или просто ОРМ не поддерживает определенных конструкций, которые есть в SQL. Но ответ почти есть у всех ОРМ-ок на это. Вы всегда можете написать row-scale и заэкзекьютить его через ту же ОРМ-ку. То есть иногда удобно, иногда неудобно, ну, в общем, выход есть всегда. Вот пример бенчмарка сайта Tartoy с ОРМ. И тут видно, что они, ну, как бы, сами ОРМ-ки для параметра скорости, для них это очень важный такой момент, и они, как бы, конкурируют, ну, в первую очередь я считаю, что именно по этому показателю, потому что, ну, продать себя, как библиотеку, тебе надо какую-то дать Uber-фичу. Но это все снова относительно, потому что та же Tartoy с ОРМ сравнивается, например, с SQL Alchem и ОРМ. Tartoy с асинхронной, алхимия не асинхронная, именно частью ОРМ. И, ну, просто нечестно тут будет так сравнивать. Если бы они сравнивали с той же SQL Alchem и Core, там бы результат был немножко совсем другой уже. Поэтому как-то так. Надо быть внимательным всегда, даже до бенчмарков каких-то продуктов, которые говорят, мы самые быстрые, мы самые лучшие, но есть моменты. Давайте рассмотрим на примере алхимии. В общем, на самом деле алхимия — это не совсем один продукт, а это два продукта. Это Core часть и ОРМ часть. К моему там разочарованию, многие молодые и не только молодые специалисты не знают об этом и воспринимают это как одну сущность. Для примера, как устроена алхимия, я взял иллюстрации с доклада Майкла Байера, это, собственно, автор библиотеки алхимии. Его уже докладу там более пяти лет, но актуальность именно архитектуры поддерживается по сей день. Как мы видим, он предлагает смотреть на алхимию как на такие независимые слои, то бишь на луковицу, которые можно изучать как изнутри, так и снаружи. Давайте рассмотрим первый уровень. То есть это движок алхимии. Это объект, который поддерживает взаимодействие с упомянутыми ранее db-api. Также движок отвечает за подключение к базе и за так называемый explicit execution. И сам SQL, который мы отсылаем в executor, никак не изменяется. Это тоже важный момент. То есть алхимия не добавляет никакого синтаксического сахара поверх самого SQL. Метадата. Она описывает сами структуры базы данных, то бишь таблицы, колонки, констрейнты, структуры данных в Python. Также служит основой для генерации SQL и может генерировать саму схему данных. Также тут описаны все базовые типы данных. Там интеджеры, флот и тому подобное. Вот тут должно уже быть более понятно. Этот слой отвечает именно за генерацию нашего конечного SQL-кода. Есть структур Python, который будет отправлен именно на выполнение. На самом SQL. И вот четвертый слой. Это и есть наш, собственно, SQL Alchemy ORM, который работает поверх трех предыдущих слоев, которые образуют в себе такой SQL Alchemy Core. Поэтому это два разных продукта, которые можно использовать независимо. Ну, как бы, Core можно использовать независимо от ORM, вообще не использовать, если вам он не надо. Или он там какой-то overhead вам добавляет. Если хотите использовать ORM, по факту вы используете часть SQL Alchemy Core. Вот, собственно, такой базовый пример иллюстрации, как устроены там ORM, за что они отвечают. Это вот этот маппинг. Собственно, на этом приложении с объектом, который реализует отображение таблицы в базе данных. И вот еще один пример с теми же цветами по слоям. Собственно, сверху мы видим, что это часть ORM, которая как отдельный продукт. Посередине это SQL Alchemy Core со своими частями. И низкий слой — это вот этот, там тот же DBAPI, это протокол, ну, это сам DBAPI, это описание этого, не продукт, и который уже подключается к базе данных. То есть кто-то, какие-то библиотеки реализовывают этот DBAPI. И давайте плавно тоже перейдем к возможности ORM, ORM-ок работать с асинхронными приложениями. И есть такая, ну, отличная штука, как Async.io. И что здесь нам PsychoPG говорит? Говорит о том, что, скорее всего, у нас, например, на примере алхимии не получится использовать SQL Alchemy ORM как асинхронную библиотеку. По этому поводу, вот, ну, как бы, сейчас. Есть отличная статья от Майкла Байера, собственно, от автора алхимии. И здесь такая большая подробная статья о том, как он приводит свою аргументацию, почему, собственно, алхимия не будет интегрирована, ну, как интегрирована с Async.io, ну, такой пост на правах диктатора. Можете почитать, довольно интересно. Возможно, будет каких-то там много нюансов открыто видеть. Там, это еще 2015 год, пока он еще стоит, ну, как бы на своем. Вполне вероятно, когда-то может что-то поменяться, но не стоит этого сильно ждать. Но нам же все-таки хочется работать с базами в асинхронных приложениях. Есть два популярных для этого адаптера, на примере позорства того же. IOPG и AsyncPG. У каждого из них есть там ряд особенностей и преимуществ. Возможно, они не идеальны, но решают свои задачи. Эта тема довольно большая, и для ознакомления деталей работы этих двух решений есть довольно неплохой доклад Алексея Фирсова, одного из контрибьюторов IOPG. Тут он, ну, как бы показывает основные отличия и проблемы каждой из библиотек. Если вкратце, то есть посмотрите, такой довольно интересный доклад, и сразу будет понятно, что из себя вообще представляют эти две технологии, ну, как бы библиотеки IOPG и AsyncPG. Если вкратце продемонстрировать доклад, то подходы выглядят так. IOPG является враппером вокруг PsychoPG, а AsyncPG сам реализовывает адаптер подключения к позоросу. Также я специально добавил сюда PG-баунсер, он тоже вспоминается в докладе, так как на момент записи самого доклада AsyncPG имел ряд проблем работы с ним. Но на сегодняшний день это уже все пофикшено, поэтому, когда будете смотреть доклад, просто помните, что проблемы, которые, ну, там часто поднимается этот вопрос, у AsyncPG больше нет, именно с PG-баунсером. И мы переходим к завершающей такой стадии и посмотрим, каким вообще боком здесь присутствует граф Kiel. Сама идея графового API возникла на почве проблем взаимодействия фронт-энда и бэк-энда в Фейсбуке, а именно компоненты фронта зачастую запрашивали разный набор параметров у одних и тех же сущностей, плюс комбинировали сущности между собой. Изначально это порождало сложные API, а так как еще данные лежали в базах данных, их необходимо было эффективно доставать. Вот поэтому сегодня я покажу несколько небольших примеров взаимодействия граф Kiel решений и баз данных. И тут мы не сможем, ну, как бы уже обойтись снова без ОРМ, потому что они тут сильно нам помогут. В общем, вот список популярных граф Kiel решений в мире Пайтона. Последний — это разработка нашей компании. Я его приведу в пример, как еще один особенный способ описания графа и получения данных. Как мы видим, на первом месте у нас графен, и это, можно сказать, абсолютный лидер среди подобных библиотек. И если ОРМ там было два лидера — «Алхимия» и «Джанга ОРМ», то тут только один. У графена довольно большое комьюнити, хорошая документация, и проект все время развивается. Плюс вокруг него начинает повлияться множество батареек. А мы знаем, что именно последний фактор, скорее всего, самый важный, потому что это такой легкий порог вхождения. Это всегда возможность интегрировать продукт, ну, скажем, в свой продукт. И это особенно для молодых специалистов, особенно когда проекту нет времени, например, тратить времени на… ну, нет времени потратить ресурсы какие-то, просто на банальное подключение очередной попробовать в библиотечке для работы с данными. Поэтому графен выигрывает в плане интеграции своих. Далее идет Ариадна, которая позиционирует себя как асинхронное приложение, но при этом имеет минимум батареек. Есть еще Стробери, но он такой довольно нишевый, но о нем не буду говорить детально. И далее я покажу короткие такие примеры реализации для каждой из библиотек. То есть я примеры брал прямо из документации специально, потому что, ну, как, когда я представил себя на месте разработчика, который хочет подключить себе, например, там, какой-то граф-кейл библиотечку себе в проект. Для чего? Что он первым делом пойдет? Он пойдет или в Google искать, или там документацию читать по конкретному решению. И я сделал так же само. То есть у меня, да, был опыт с графеном, там, с Хику, потому что это наша разработка. И попробовал реализовать, ну, скажем, несколько вариантов. Вот пример, как в несколько строк можно описать базовую имплитацию граф-кейл-подхода на графене. Представим, что у нас есть таблица продуктов, там, с тремя полями. На самом деле, может, их больше. Там есть одишки, цена, неймы, ну, и что-то еще. И мы хотим получать эти данные в разных вариациях. Так, описываем, то есть, класс Query, строим по нему схему и можем выполнять наш граф-кейл-запрос. В таком подходе нам приходится все время описывать в резолверах, как мы будем получать каждую сущность ее данной. Поэтому давайте подключим алхимию. Да, здесь, возможно, еще надо было показать, как работают даталоадеры, но это немного уже про другое. Пример делал по доке, запускал на фласке, все работает. То есть, тут мы описываем класс нашей модели. Мы, я импорты не показал, здесь, ну, здесь, в общем, алхимия и алхимия, собственно, графен и релей используются. Описываем класс нашей модели. Описываем класс бандинга, то есть, вот этот SQLAlchemyObjectType. Описываем наш Query, указываем у него там ссылку на продукты и скармливаем это схеме и получаем, ну, как бы, готовый результат. Да, там еще надо пару строк импортов добавить, какие-то моментики, но по факту это и есть вся реализация графена с бандингом на алхимию. И теперь мы можем вот таким образом просто брать просто и генерить запросы на получение данных. Конечно, тут появилось, если в предыдущем примере я показывал, есть там products name price, то здесь я уже использовал релей, и он такой добавил немного сахара, вот этого edges node, то есть, это именно детали релея. Но снова мы можем брать уже в любом порядке, в любом количестве там наши неймы, прайсы у продуктов и так далее, или только там какие-то одно поле надо. В общем, все работает. Вот такой базовый пример, который демонстрирует, что нам не надо уже описывать SQL-сам запрос, неважно, это будет rowSQL или это ORM-ка какая-то будет. Вот этот бандинг алхимии и графена делает его за вас. Это довольно удобно и экономит время. Ну, один раз надо будет, конечно, все в таком синтаксе себе описать. Ариадна. Ариадна использует схема first-подход, где мы сразу декларативно описываем схему данных, а потом уже описываем резолверы. Вот видно там слева мы описываем, собственно, схему, этот query, который мы описывали в графене как классом, а справа мы описываем в резолвере каждого из, ну, там, сущностей или полей, что нам надо. Скармливаем это все, вот, executable схему и запускаем приложение. То есть Ариадна позиционирует себя как синхронное еще приложение. И все, мы можем уже строить по нему запросы. Это очень тоже удобно, это современно, но есть один нюанс. Ариадна, ну, комьюнити Ариадны еще довольно невелико и готовых решений интеграции с базами данных в ОРМках, ОРМок очень мало. Или их там вообще нет. Поэтому тут стоит или включиться в помощь в консорцию, или там подождать. Ну, подождать никто не хочет. Можно использовать какие-то части графена, можно там даталоадеры графена использовать или что-то еще. Вот это пример ищет, когда у контрибьютора просят, ну, или ментейнера просят добавить бандинг с алхимией. Он, ну, очевидно, говорит, если вам надо, добавляйте. Ну, мы этим сейчас заниматься не будем. И, в общем, Ариадна вот здесь как продукт очень отличный, очень перспективный. Ну, вот прямо сейчас готовых каких-то решений нет. HIKO. HIKO — это проект, делался в первую очередь под нужды нашей компании Промьей, но сейчас его можно использовать как полноценное open-source решение. Я уже несколько раз про него рассказывал, и из того, что интересно, то быстро расскажу. Мы описываем граф в его классическом виде. То есть у нас есть графы, ноды, линки. Вот видно, что мы импортим вот первой строкой. Также мы используем концепцию двухуровневого графа, где первый граф матчится напрямую с базой данных через бандинги и алхимии, а второй уровень отвечает за бизнес-логику и преобразование данных. Собственно, вот слева видим вариант описания графа, там где low-level граф, там где product query — это наш резолвер, который бандится. Там два варианта. Один закомментированный — это в асинхронном режиме. Он использует под капотом IO-PG. И, в общем, запрос, который мы там, если я напишу справа, products, там передам ID-шники, дайте мне ID, name и price, то он преобразуется вот в следующий, который SQL-запрос, самый обычный, простой, по условию in. Все хорошо. Здесь в примере к нашему продукту я уже добавил еще одну сущность — скидку, дискаунт, и видно, как описывается связь двух моделей через линк. Также у каждого есть свой резолвер, который довольно, ну, как бы, первый довольно простой, это по аналогии с продуктом, а второй — это уже, который образует связь. То есть мы указываем вот этот такой все, программный 4NK, и видно, во что это тоже превращается, именно как SQL. Это уже пример верхнего уровня, ну, как верхнеуровневого графа. Его источником является, видите, это абстракция такая, называется subgraph, и его источник — это low-level graph, то есть резолвер-продукт SG входит, на самом деле, в низкоуровневый граф, и который матчится напрямую с базу данных. Зачем так сделано? Потому что иногда у нас, ну, надо нам нейм продукта достать, никак его не форматируя, ничего с ним делать. Иногда нам надо достать цену сразу там с валютой или с какой-то уже там точечкой в конце, или с символом там доллара или гривны, и поэтому нам надо какой-то, скажем, такой формат, какую-то уже бизнес-логику применить. И вот есть возможность писать свои кастомные резолверы поверх тех данных, которые мы получаем из базы данных, то есть низкоуровневого графа. И есть вариант там описывать еще какие-то конструкции поверх, которые будут тоже могут делать даже запросы. Вот справа пример — это резолвера, где мы получаем именно текст цены. То есть там можно вызывать какие-то функции. В общем, возвращается, все удобно, и конечному клиенту мы предоставляем уже API вот верхнеуровневого графа. Как вы уже, наверное, поняли, противоставлять эти технологии друг другу не стоит. Вот Versus — это было такое провокационное название. На самом деле их надо дружить, потому как они тоже, ну, как бы значительно снижают количество возможных манипуляций с нашими запросами в базу или запросами в API. Ну, графкель решает в первую очередь удобство интерфейса, описание там, ну, как бы клиентского запроса, а ОРМ решает нам удобство получения и работы с базой данных. Поэтому эти два, скажем, таких продукта, два направления, они должны быть вместе, скорее всего. И для них еще важный момент, что есть такая штука, как порохохождение. Не все, почему-то многие не верят в ОРМ, или там многие до сих пор не попробовали графки ель, потому что они все так везде просто. И сильно выигрывает тот продукт, у которого там отличная документация, множество примеров, самое главное, там, именно батареек, за которые мы любим питон. И это тоже ответ, почему, почему там Алхимия, или там Джанго ОРМ, или графен такие популярные. Потому что другие, ну, просто они дотягивают по вот этим параметрам. Хотелось также сказать пару слов и показать еще один продукт, который появился относительно недавно, и на который повлиял как и графовый подход, так и ряд проблем, которые возникают на, ну, при классической работе с базами данных. Это HDB. Это продукт, такой стартап от разработчиков AsyncPG и всего MagicStack, то есть можете на GitHub посмотреть, который представляет собой надстройку над позоросом, это тоже важный момент. То есть HDB — это не отдельная база данных, это настройка над позоросом, и она предоставляет клиент для Python, мы же тут Python-разработчики, и со своим еще языком запросов. Они сделали HQL, но при этом эта база данных поддерживает и GraphQL. Вот пример, как выглядит это HDB, а, собственно, HQL. Такой способ, вот SQL-подобный запрос, который создает таблицу. Справа видим, как мы можем вставлять данные в эти таблицы, и вроде хорошо все выглядит, интересно, современно. Вот примеры, как мы получаем данные, то есть можно там заселектик продукт, можно конкретные поля с него выбрать, можно через линку еще и плюс какая-то фильтрация. И вот справа это просто идентичные запросы, которые можно описать на HQL, а можно описать GraphQL. То есть это такая, скажем, синергия подходов. Подобные продукты в теории и в будущем вообще могут нам заменить как саму ОРМ, так и многие графики или решения для работы с базами, но при этом сохраняя гибкость и синтаксис запросов. То есть клиентские части вполне вероятно, может, и не придется менять. В общем, я подхожу к концу. Дружите в вашей базе данных с вашими приложениями, эффективно работайте с базами, получением данных, обработкой данных, красиво пишите интерфейсы для клиентов. И, в общем, все у вас получится. Я надеюсь, что такой доклад про такую небольшую эволюцию и как на нее влияли разные решения был интересен и полезен. В общем, спасибо вам за внимание. Спасибо. Я думаю, в принципе, можно залишить, если слайды будем укладывать, возможно. Первое вопрос. Я переходу до вопроса. ОРМ vs GraphQL. Как обновляются данные GraphQL? Отправляете большую простыню данных или каждый объект отдельно? Ух, тут не совсем непонятен вопрос. Как обновляете данные GraphQL? Тут непонятно, где именно мы обновляем. Сейчас я попробую источник посмотреть. Ксения, вы задавали вопрос. Если можете, уточните пока в Telegram, а мы переходим к следующему вопросу. В общем, я попробую то, что я понял. Есть, наверное, вопрос про большие GraphQL-запросы, которые можно по факту, условно, положить в ту же базу данных. На самом деле мы стараемся писать запросы как именные и все-таки их дробить на более мелкие. Таким образом они попадают в такой экзекьютор запросов, которые по порядку выполняются. Я не знаю, ответил я или нет. В большинстве случаев, скорее всего, да. Если мы говорим про какие-то хорошие библиотеки ОРМов. Потому что, как я говорил, над любой ОРМкой работаете не вы один и не одна, скорее всего, даже команда. Это тоже алхимия, джанга ОРМ, тысячи клиентов. И они уже, даже если появится какая-то новая инъекция или новый какой-то там уровень небезопасности, ну, как небезопасности, так как бы написали, то, скорее всего, он быстрее пофиксируется или быстрее, скажем, такая дырочка будет закрыта, чем вы сами будете это все поддерживать. Дякую. Наступное запитание. С какой ОРМ вы порекомендовали почать? И какая ОРМ ваша улюбленная? Ну, моя улюбленная ОРМ – это SQL Alchemy. Я уже об этом говорил. Почему я ее люблю и почему я, скорее всего, даже порекомендую с нее начать. Во-первых, синтаксис написания запроса или вот этой абстракции вокруг базы данных он очень напоминает SQL. Есть та же Django. Ну, это сейчас все зависит от вашего приложения. Если у вас приложение на Django, ну, конечно, вы можете пробовать SQL, то есть эту Alchemy, но вам будет сложнее ее, скажем, интегрировать. Все-таки, почему все-таки ответ SQL Alchemy? Она более похожа на SQL, она более очевидней, как по мне работает, ну, описание запроса. Я прочитал запрос и понимаю, во что он превратится в SQL. Когда я читаю запрос той же Django ОРМ, ну, у меня есть много сомнений всегда, что он выдаст потом, потому что там такой свой синтаксис интересный. Дякую. Наступное запитание. З графика Python ОРМ виглядая, что Pony ОРМ швидше за Tortoise ОРМ, який позиционирует себя как дуже швидкий. Чи это особенности тестов? На самом деле, да, я говорил, это реально особенность теста, и это довольно нечестный был тест. Ну, это просто такой, знаете, когда ты заходишь на главную страничку ОРМ, то есть они такие прям тебе, вот смотрите, мы самые быстрые. И вот, на самом деле, мне кажется, они больше хотели показать, что они быстрее SQL Alchemy, там, или Django, ну, потому что конкурировать с маленькими, ну, маленьким библиотекам тоже невыгодно. Они хотят показать именно в первую очередь, что они круче каких-то больших библиотек. И вполне вероятно, Pony там или Pivi могут быть быстрее, потому что они, у них там меньше вот этих уровней абстракции вокруг самого там SQL, как они строят. И, ну, я соглашусь, да. Еще одно за питанием. Если SQL-запрос сложный с группировкой под запросами, как это описывается в GraphQL? Смотрите, GraphQL в первую очередь не реализовывают, ну, какой-то обсто... Или тут вопрос был главный, это про HDB, например, был, или, непонятно, или как реализовать в самом GraphQL такой вот запрос. Если про HDB, то там это все можно. То есть у меня опыта такого большого нет, но по документации я осмотрел, что это все работает. По поводу обычного GraphQL, это все-таки про какой-то интерфейс и про как строить именно нашу структуру данных в Python'е, и потом ее, ну, как бы превращать в SQL-запрос. Скорее всего, вам, ну, как бы... Вот наш подход в нашей компании, где мы HIKU используем, он вообще не делает никаких там джойнов, он все делает на запросах, на небольших запросах. Это к чему, почему так пришли, почему, скорее всего, вам и не надо будет делать группировки с подзапросами, потому что чем больше у вас становится данных, тем базе данных становится сложнее обработать там банальный запрос, ну, один, чем три маленьких, которые получат те же самые данные. Ну, это надо более понятно, ну, если уточнить, я где-то дальше. Тут еще маленькие запытания. А что скажете про Query Builder? Query Builder — это в контент... Снова. Вопрос непонятно, к чему сказан. Query Builder — это, ну, например, у SQL Alchemy Core ее можно как бы представить как Query Builder. или это за... Есть в Builder для GraphQL. Снова. Сложно сказать, что я могу сказать. Непонятно, про что. Ну, добрый, у нас в поляковом подкущении одно запытание. Не пробовали ли вы использовать Vulcane Base решение, дабы избежать еще одного DSL GraphQL? Скажу честно, не пробовал. И сейчас даже пойду гулять, что это такое. Ну, наверное, это какая-то хорошая... Ну, если вы советуете, я посмотрю, могу где-то отписать потом в чатике, например, в Телеграме, что это какое-то свое мнение по этому поводу. Доброе. Александр, еще раз дякую за твою доповедь. Если у вас остались вопросы к Александру, он сегодня может подписать в Телеграме, что это он, и сможете с ним поспілкуваться, полистоваться. В общем, всем спасибо. Было приятно. Продолжение следует...